Я рад возможности поприветствовать наших сограждан, соотечественников, словацких граждан, всех читателей наших сайтов. Ну и, естественно, не только словацких граждан, но и всех тех, кто заходит на наши ресурсы, на страничку в Фейсбуке, на Твиттер, на сайт посольства, ВКонтакте, и проявляет интерес к тому, как мы работаем и чем мы занимаемся. Хочу сказать, что мы удовлетворены тем, как строится наша работа с нашими читателями на всех этих ресурсах. И мы со своей стороны стараемся постоянно соответствовать тем требованиям, тем запросам, которые нам предъявляет аудитория, и, естественно, рассказывать и о взгляде России на международные события, давать объективную информацию, естественно, давать правдивую информацию о том, что происходит в самой России. Потому что сейчас мы видим и здесь, и в этой стране, во многих других странах объективная информация, правдивая информация о том, что происходит, это большой дефицит. Что нас радует? Конечно, то, что вся информация, которую мы размещаем и по международным вопросам, и по событиям в России, и по работе нашего посольства, а мы стараемся рассказывать о том, чем мы занимаемся, чего мы добиваемся, она находит отклик, находит отклик наших читателей. Во-первых, мы рады, что у нас растет число подписчиков на нашем Фейсбуке. Мы действительно этому рады, вот, и также очень рады, что вся информация, которую мы публикуем, которую мы размещаем, она находит достаточно живую реакцию. Это, безусловно, просмотры, их достаточно бывает большое количество, это отклики, это комментарии. Причем комментарии, они, естественно, не всегда положительные, они бывают и с плюсом, и с минусом, но мы стараемся это учитывать и с полным уважением относиться ко всему тому, что пишут нам наши читатели. Естественно, мы всегда радуемся, когда какие-то и фотоматериалы, и другая информация получает достаточно много лайков. На фоне тревожных событий, которые происходят в мире, многих очень интересовал взгляд России на все, что делается. И, конечно, особо, это уже добрая традиция, особо в фокусе интересов наших читателей, многих наших друзей, это наша культура, российская культура и русская культура. То, что происходит и в России, и те проекты, которые мы осуществляем здесь, в Словакии. Я должен сказать, что минувший год, а мы сейчас говорим как раз о том, что было в минувшем году, с какими итогами мы приходим к Новому году. В минувшем году было очень много интересных культурных проектов, которые мы здесь осуществили. В частности, например, это были во время Братиславских удобных славностей, это были выступления оркестров под управлением Владимира Ивановича Федосеева, Юрия Хатувича Тимирканова. Это были блестящие события, был замечательный из Петербурга хор, была капелла, выступления были тоже здесь в редуте, это было очень интересно. Сейчас бьет все рекорды по числу посещений выставка наградей из музеев и собраний музеев Петергофа. По всей Словакии сейчас в 30 городах проходит показ, скажем так, месячник русских фильмов. Фильм в основном в студии Мосфильм, которые показывают и в школах, и в кинотеатрах, в других местах. Это очень важно, потому что, естественно, культура сближает. Очень высока востребованность в русской культуре. И мы очень рады, что и наша культура, и в целом достижения России, они являются и тем, что сближает наши народы, является предметом гордости. И для российских граждан, и для наших соотечественников, и для очень многих из тех, кого мы считаем в Словакии своими друзьями. Я хочу сказать, что свидетельством роста интереса и к России, и к ее культуре является рост востребованности и интереса к русскому языку. Число изучающих русский язык постоянно растет. Это и молодежь, и люди среднего, и старшего возраста, и нас это, безусловно, радует. Особо я хотел выделить, обращаясь сегодня в канун Нового года к нашим читателям, прежде всего, благодарность нашим согражданам. Нашим согражданам за то, что они приняли участие в выборах президента Российской Федерации, которые проходили в марте уходящего года. Мы, во-первых, благодарим за то, что была высокая активность. И, что очень важно, абсолютное большинство наших сограждан в этом году проголосовали за избрание президента Российской Федерации, президента Путина. И в этом также заключается не только отношение к личности нашего президента, но, естественно, в этом выражается и поддержка курса России, современного курса и в международных, и во внутренних делах. Поэтому за это огромное спасибо нашим согражданам. Все наши российские соотечественники, проживающие в Словакии, естественно, являются носителями русского языка, русской культуры, русской культурной и исторической традиции. И именно в силу этих причин, прежде всего этих причин, они являются частью репутации Российской Федерации. Хотят они этого или не хотят. Мы очень ценим то, что, во-первых, они являются в ряде случаев инициаторами проектов по продвижению русского языка, литературы в словацком обществе. Мы очень ценим их вклад в сохранение истории, истории о Второй мировой войне, о памяти красноармейцев и словаков, которые погибли в борьбе с фашизмом за освобождение Словакии. Это очень важно. И крайне важно, конечно, то, что практически все свои проекты, все свои дела наши соотечественники осуществляют вместе со своими словацкими коллегами и друзьями. Речь идет, конечно, и о преподавателях русского языка и филологах, об историках и энтузиастах, которые сохраняют историю, защищают эту историю от фальсификации. И, безусловно, наверное, ни один проект, ни что из того, что делают наши здесь соотечественники, да и мы тоже, не обошлось без помощи, без содействия местных властей и государственных властей Словакии. За что мы тоже весьма признательны всем, кто участвует и всем, кто поддерживает эти проекты. Но это о годе минувшем. Надеемся, что год наступающий будет не хуже для наших отношений, для тех проектов, которые у нас задуманы на 2019 год. В новом 2019 году хотел бы пожелать всем нам оставаться вместе. Оставаться вместе тем, кто здесь проживает в Словакии и с отечественником, и с словаком. И вместе быть народом наших стран. Вместе создавать проекты, которые делают нашу жизнь светлее, спокойнее, успешнее. Делать то, что идет на пользу нашим народам и, естественно, нашим людям. И прежде всего, конечно, думать о будущем наших детей. Находить такие проекты, защищать их, это тоже очень важно. Должен сказать, что на 2019 год, я уже об этом говорил, у нас достаточно много проектов во всех областях. Мы рассчитываем на участие всех и наших граждан здесь, и Словаков в том, чтобы эти проекты осуществились. И, конечно, очень много будет зависеть от того, как строят отношения наши люди для атмосферы наших отношений. Это тоже крайне важно. И в заключение хотел бы поздравить всех с наступающим 2019 годом. И хотел бы пожелать всем абсолютно того же, что желаю себе и своим близким. Это мира, здоровья и счастья. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.